187 сабельная пила по гарантии отсутствует рычаг который крепит башмак но люфта так сказать нет то есть с редуктором скорее всего все нормально она не включается при установке аккумулятора издает вот такой звук не слышно на микрофон давайте разберем сначала удалим башмак сразу крючок теперь снимем чехол если чехол просто у вас сложно снимается можно взять типа vd-40 или валера жидкий клич вот сюда трубочку вставляем поглубже шикой и тогда ваш чехол снимется очень легко либо вот сюда спереди подсунуть куда-нибудь в такие места отвелки и пошел сразу без вольеры дело не пойдет снимаю направляющую башмака здесь редуктор такой же как в 3061 будет точь в точь как бы отличается конечно посадкой там двигателя потому что здесь бесщеточный а суть суть одно и то же так кстати как вы поняли по цвету наш постоянный клиент который поставляет из рудников инструмент видите внутри здесь все отлично да здесь отличается конечно вот это направляющая по другому сделан не так как в тридцать шестьдесят один здесь наверно это сделано лучше потому что тех есть проблемка с износом некоторых частей с редуктором все нормально фотографируем как доказательство того что здесь все окей закроем на пару саморезов пока временно я думаю там либо контроллер либо подшипники рассыпались двигатель не может провернуться открываем электрическую часть а а а Открутили и разъединили, сейчас это отрежем Открываем, что мы здесь видим? Ничего, здесь не видим Стружки тут конечно от этой рудниковой Я сейчас сфотографирую и чуть-чуть продую компрессором это все Немного почистили, аккуратней, здесь вот гаечку забыл вытащить, чуть не улетело Да нет, ротор вроде бы крутится И огрешу на контроллер Проверяем контроллер В этой пиле контроллер проверяется Так, ставим на диод Вот, на диод Включаем выключатель И красный идет на минус, плюсовой А минусовой идет вот сюда на плюс Должно там показывать от 0.7 до 0.9 А показывает 0.02 Поэтому контроллер под замену Ну и давайте разберем, посмотрим состояние подшипников Это почистить тут надо тоже Проверяем Проверяем Открутили и снимаем. Вот такой двигатель. Они тут нормальные подшипники. Статор можно открутить. Посмотреть более лучшее его состояние. Так, а если нам менять контроллер, то нужно понимать, что нам понадобится. Понадобится нам три наконечника для соединения. Артикулы, хотите скажу, их можно заказать в Makita. Здесь просто пора дуть. Да и всё. Здесь, кстати, вот отсюда гаечка увозит. Вот так. Таким образом можно отсюда вытащить статор. Но это нам сейчас не нужно. Конечно. Это если мы снимем контроллер, то можно будет и извлечь. Вот. Сейчас почищу и сфотографирую. Точнее сначала сфотографирую, а потом почищу. Вот они, эти соединители. Называются они 5,5 SD. Артикул 654,510. Здесь ещё поменьше. Это двоечка, два SD. 654,590. Но сюда именно большие нужны. Здесь даже такое ощущение, что они побольше ещё стояли. Либо это выдавило его просто. А не это его выдавило. Такие ещё вот на триммерах стоят. Это намного, много где стоят. Просто в схемах этих артикулов нет. Поэтому информация эксклюзивная. Данный контроллер стоит 8340 рублей. А соединитель 18 рублей. Ну всё. На этом заканчиваем. Всем пока. Пишите в комментариях. Гарантия, не гарантия. Убинар на индивидууме.